НАСА чрезвычайно заинтересовалась проектом космической катапульты. Hi-Fly представила грузовой беспилотник Hi-Cargo. Lucid выпустила улучшенную версию своего самого дорогого электромобиля. Эти и другие темы прямо сейчас. Обязательно подписывайтесь на канал, досматривайте это видео до конца. Ну а мы начинаем. Когда глава Роскосмоса Рогозин пошутил, что США придется запускать астронавтов на орбите, при помощи батута, он вряд ли всерьез предполагал такое. Но жизнь куда причудливее многих фантазий. НАСА подписало договор с компанией SpinLaunch на подготовку тестового аппарата для проверки новой технологии запуска объектов в космос. В ее основе лежит принцип катапульты. Главная идея компании в том, что можно отказаться от первой самой тяжелой и дорогой части ракеты-носителя, если сразу стартовать к границе космоса с большой высоты. На эту высоту космический корабль можно просто забросить, как снаряд из гигантской прощи, раскрутив внутри защитные капсулы на специальной центрифуге. Далее сбрасывается оболочка, включается маршевый двигатель, и аппарат выходит на орбиту. Такой запуск обойдется в 10 раз дешевле и потребует на 70% меньше топлива, чем при использовании многоступенчатой ракеты. Предполагается, что капсула в ходе разгона получит ускорение до 10 тысяч джоулей. Поэтому для пилотируемых запусков такой метод не годится. А вот для вывода в космос полезной нагрузки массой до 220 килограммов за один раз, это вполне подходит. Это особенно актуально в свете огромной популярности крохотных спутников типа CubeSat. SpinLounge является сугубо коммерческим проектом, и там не скрывают, что намерены зарабатывать на запуске частных космических аппаратов. Капсула из углеродного волокна вылетает из SpinLounge со скоростью порядка 6 маха. Это более 8 тысяч километров в час. Однако это будет достигнуто только к 2025 году. В текущем году запланированы тестовые супербитальные запуски со скоростью 1600 километров в час. Задача НАСА на данном этапе в том, чтобы собрать своего рода мобильный стенд, который будет замерять параметры такого необычного запуска. А в будущем можно подумать и о строительстве полноценной космической катапульты. Инновационный центр «Бирюч», входящий в группу компании «Эвко», провел испытание грузового беспилотника «Хай Карго». В дальнейшем его предполагается использовать при устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Во время моделирования такой ситуации беспилотник самостоятельно доставил по адресу 100-килограммовый медицинский груз, взяв обратно груз весом 80 килограммов, имитирующий пострадавшего. Помимо спасательной тематики, отрабатывается возможность участия в проектах по созданию логистических цепочек доставки грузов на последней миле. «Хай Карго» стал вторым прототипом серии беспилотников «Хай Флай». «Люсид Моторс» анонсировала новую мощную версию своего роскошного полностью электрического седана. «Люсид Эйр Гран Тауэринг Перформанс» превосходит стандартный вариант 1050 лошадиных сил против 819. Новая модель на самом деле не самая мощная среди «Люсид Эйр». У «Дрим Эдишн» мощность 1111 лошадиных сил, и все автомобили раскуплены. Было выпущено ограниченное количество. «Люсид Эйр Гран Тауэринг Перформанс» предлагает максимальную скорость 270 км в час и время разгона до сотни за 2,6 секунды. Автомобиль способен проехать 717 километров без подзарядки. Экспериментальная производственная линия автомобилей с твердотельной батареей будет запущена на опытной фабрике в Японии в 2024 году. За 4 последующих года Nissan собирается досконально изучить материалы, конструкцию и технологический процесс, чтобы подготовить электромобиль к дебюту на рынке в 2028 году. Nissan собирается использовать твердотельные батареи в различных моделях, включая пикапы, чтобы сделать свои электромобили более конкурентно способными. Компания снизит к 2028 году цену элементов питания до 75 долларов за киловатт на час, а впоследствии и до 68 долларов. Это значит, что продукция бренда станет доступнее и, возможно, сравняется по цене с бензиновыми автомобилями. Разработчик-автопилота Kadiak Robotics совместно с логистической компанией US Express запускает полностью автономную службу доставки грузовиками в трех штатах США. Последний тест показал, что технология готова к коммерческой эксплуатации. Экспериментальный грузовик за шесть дней проехал более 10 тысяч километров по маршруту протяженностью 1200 километров. Автономные машины Kadiak способны работать непрерывно 24 на 7, останавливаясь только на заправку и техобслуживании. В ходе пилотного проекта, который состоялся в прошлом месяце, грузовики Kadiak и прицепы US Express совершили четыре рейса из Далласа в Форт Уэрта в Атланту, а затем вернулись обратно. В общей сложности автомобили проехали более 10 тысяч километров, постоянно находясь в движении. Для этого партнеры привлекли четырех страхующих операторов, которые время от времени сменяли друг друга для наблюдения за автопилотом, а также осуществляли дозаправку. По данным Kadiak и US Express, грузовики были в дороге около 131 часа в течение шести дней. В Kadiak также добавили, что безостановочная работа грузовика позволила увеличить его загрузку более чем на 100%. В перспективе такая практика упростит логистические операции крупных компаний, а значит ускорит обслуживание клиентов и перестроит цепочки поставок. Доходы увеличатся, а затраты снизятся, уверены представители стартапа. Хотя велосипеды с электромотором приобретают всю большую популярность, многие продолжают делать выбор в пользу более дешевых и легких великов на педальной тяге. А в случае необходимости воспользоваться набором для конверсии. Британская компания Switch уже выпустила один такой комплект, а теперь обновила дизайн аккумулятора. Набор состоит из переднего мотор-колеса на 250 Вт, нужного заказчику размера, двухчастотного датчика педали, соединительного элемента для батареи и обновленного блока питания Air. По размеру он почти как большой смартфон, разве что толще, весит 700 грамм и обеспечивает достаточной энергии, чтобы хватило на 15 километров. Зарядить его можно за час. Для тех, кому приходится много колесить по городу, Switch предлагает чуть более мощную батарею массой 1.1 килограмм, которая должна хватить на 30 километров. Новый конверсионный набор поступит в продажу в мае, цена будет объявлена позже. Но чтобы можно было прикинуть, текущая версия комплекта стоит 1300 долларов. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Также обязательно подписывайтесь на все наши полезные проекты, ссылки вы найдете в описании. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Андрей, канал InStarding Новости. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok